В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Благодаря акции «Исполни детскую мечту» более 40 особенных ребят получили подарки. Всей 100 дне спасибо, а Дед Морозу самое огромное спасибо. Юные инспекторы Дорожного движения и сотрудники ГИБДД провели совместную акцию. Мы хотим наполнить позиции и правила в Дорожное движение. Спасибо. 8 лет существует в детской школе искусств поселка Развилка проект «Рисуем музыку». Возникла идея создать единый проект, в котором будут участвовать все дети – детская школа искусств. Детские мечты должны исполняться, особенно под Новый год. Более 40 особенных ребят получили подарки, о которых мечтали. Это стало возможно благодаря акции «Исполни детскую мечту». С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. До Нового года осталась еще неделя, а Дед Мороз уже успел побывать во многих поселениях Ленинского городского округа. В «Видном» он пришел поздравить с наступающими праздниками юных подопечных районного отделения общества инвалидов. Мороз хоть и дедушка, но веселится и играть очень любит. Праздничная игровая программа стала прелюдией к главному событию дня – вручению подарков. А их в этот день ребята получили немало. И это не только сладкие наборы, но и индивидуальные адресные подарки, собранные в ходе акции «Исполни детскую мечту». «Мы тебя поздравляем с наступающим Новым годом. Мы тебе вот исполняем твою мечту. Ты же мечтал о таком мячике? Вот». Акция «Исполни детскую мечту» в муниципалитете проходит уже не первый год. На призыв стать волшебником откликаются самые разные люди. И органы местного самоуправления, бизнес-сообщества, руководители предприятий, организации принимают участие в этой акции. И мы им очень благодарны. Каждый ребенок написал письмо Дедушке Морозу. И эти добрые, отзывчивые люди исполнили их мечту. В этом году удалось исполнить мечты 45 ребятишек, подопечных районного отделения общества инвалидов. Леша Осташков очень любит музыку, поэтому попросил у Деда Мороза новые наушники. «Мои уже старые ломаются, поэтому наушники выбрал. Большое спасибо за такие акции. Приятно». А вот юный шахматист Никита Малахов получил в подарок шахматы. Говорит, скоро очередной турнир, а дома тренироваться не на чем. «Я очень рад, что наконец-то получил домой шахмат. Всей стране спасибо, а Деду Морозу самое огромное спасибо. С Новым годом, всему году и администрации». «Очень здорово, замечательно. Спасибо за подарки. Подарки очень хорошие. Детки остались довольны. Спасибо отдельно Наталье Алексеевне Рящиной за такой праздник. Детям очень понравилось». Также ребята получили сладкие подарки от главы муниципалитета Алексея Спаскова и продуктовые наборы и настенные часы от общества инвалидов. Ведь стать волшебником очень просто. Достаточно захотеть исполнить чью-то заветную мечту. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно. 25 декабря пройдет традиционная елка главы Ленинского городского округа. На этот раз вход на нее будет не по билетам. Представление сможет посмотреть любой желающий, в том числе и взрослый. Елка главы пройдет в онлайн-режиме. Посмотреть новогоднюю сказку можно будет в социальных сетях, пройдя по ссылке или на нашем телеканале. Начало представлений 25 декабря в 12.50 и в 18.10. 26 декабря в 9 часов 10 минут. Юные инспекторы дорожного движения и сотрудники ГИБДД провели совместную профилактическую акцию. О чем предупреждали и информировали водителей узнала Наталья Буслаева. С 21 декабря по 11 января 2021 года сотрудниками госавтоинспекции проводятся профилактические мероприятия. Главная цель которых – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период зимних каникул. Большое количество ребят будет у нас находиться дома, будут гулять, будут у нас пересекать проезжую часть. То есть самое главное – внимание к детям. Очередная акция «Безопасный двор» прошла на Жуковском проезде. Участок был выбран не случайно. Здесь расположены две школы, бассейн, четыре детских сада и много дворовых территорий. Большое количество наших юных пешеходов именно здесь переходят у нас улицу, двигаются по тротуарам, да, ну и можно посмотреть, и достаточно сложное движение такое усиленное. В ходе акции сотрудники госавтоинспекции и юные инспекторы дорожного движения из Видновской школы номер 7 раздавали информационные листовки, проводили с водителями профилактические беседы, призывали быть более внимательными на дорогах, проявлять максимальную бдительность и снижать скорость на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений и во дворах. У нас появилась акция «Безопасный двор». Мы хотим напомнить водительскому правилам дорожного движения. Спасибо. В отряд юных инспекторов дорожного движения шестиклассница Аня вступила год назад. С тех пор она постоянная участница различных мероприятий. Мы присутствуем на разных мероприятиях. Разводим, к примеру, листовки с правилами дорожного движения. Или проводим, к примеру, первоклассникам. Рассказываем правила, чтобы они уже знали в будущем об этом. Также инспекторы напоминали водителям, что нельзя оставлять маленьких пассажиров в автомобилях без присмотра. А родители предупреждали, что перевозить на санках детей через дорогу запрещено. Нужно везти за руку. Позитивно реагируют. Говорят, иногда молодцы говорят, иногда просто смеются. В заключении мероприятия после напутственных слов и пожеланий от сотрудников госавтоинспекции каждый участник акции получил памятку об основных правилах безопасности, а также световозвращающие элементы, которые обязательно помогут стать заметнее на проезжей части в темное время суток. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Печальная новость. Вчера на 74-м году жизни скончался хирург Видновской районной клинической больницы Валерий Шеншин. Врач, которому в силу возраста было предложено не работать в коронавирусном стационаре, не пожелал покинуть своих коллег и вместе с ними в мае этого года принял первых госпитализированных с COVID-19. Доктор успешно отработал первую волну коронавируса, но во вторую сам стал пациентом ковидного стационара. Несмотря на все попытки стабилизировать состояние врача, отстоять его жизнь коллегам не удалось. 23 декабря Валерия Яковлевича не стало. В Минздраве Московской области выразили искренние соболезнования семье и близким врача. За долгие годы работы он зарекомендовал себя как опытный специалист, талантливый наставник и очень отзывчивый человек, отметили в ведомстве. Сотрудники Видновской районной клинической больницы, а также наш телеканал присоединяются к словам соболезнования родным и близким скоропостижно ушедшего врача. 8 лет существует в детской школе искусств поселка Развилка проект «Рисуем музыку». В двух словах рассказать о его сути вряд ли возможно. Так много различных музыкальных, театральных и художественных элементов включает он в себя. Поэтому расскажем подробнее. За кулисами идут последние приготовления концерту. Это выступление – часть большого проекта, который воплощают в детской школе искусств поселка Развилка. В этот раз он посвящен творчеству Петра Ильича Чайковского, чье 180-летие отмечалось в нынешнем году. В школе искусств учатся дети хореографии, учатся дети рисовать, то есть художники, и учатся музыканты. А сейчас у нас есть еще и театральное отделение. Вот и возникла идея создать единый проект, в котором будут участвовать все дети – детская школа искусств. Основное направление проекта «Рисуем музыку» буквально объясняет ее название. В фойе Дэши представлены рисунки учеников изобразительного отделения. В данном случае они посвящены пьесам сборника Чайковского детский альбом. Тем временем на сцене началось представление. Цветы, музыка и дети составляют лучшее украшение жизни. Детский альбом Петра Ильича Чайковского состоит из 24 пьес для каждой своей исполнители. Всего в проекте участвуют более 80 детей и преподавателей. В итоге, кроме концерта, издается иллюстрированный альбом с рисунками и нотами. И так на протяжении 8 лет. Проект, посвященный творчеству Георгия Свиридова. И это тоже детский альбом. То есть здесь тоже у нас ноты. Да, здесь тоже ноты, здесь тоже в середине рисунки. Все рисовано детьми. Да, это, кстати, был самый первый Свиридов. А представление продолжается. Одиночных исполнителей сменяют ансамбли, меняются сцены, свет, настроение в соответствии с пьесой из детского альбома. Александра Андронова, постановщик концерта, отмечает, что все номера в нем подчинены одной главной цели. Максимально окунуться, наверное, вот в эту атмосферу детскую, чтобы приблизиться, почувствовать, как, значит, проходил их день. Чтобы наши дети немножечко тоже приобщились, узнали, как жили в то время, это 19 век, как в то время жили, чем интересовались и, в общем-то, какая была культура у детей. Уже сейчас известно, кому проект будет посвящен на следующий год, но организаторы раскрывать секрет не спешат. Пусть будет сюрприз. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И напоследок хорошая новость. На днях одна из старейших жительниц Видного, Нина Александровна Каймина, отметила, пусть и не юбилей, но очень красивую дату – 99 лет со дня рождения. В далеком 1939 году Нина Александровна окончила школу и выбрала профессию учителя. Долгие годы она преподавала историю в первой школе города Видное. Вместе с ней работал и ее супруг Василий Константинович. Я очень любила свою работу и всегда говорила, что профессию учителя не променяла бы ни на какую другую, призналась нам по телефону Нина Александровна. Но и кроме работы ей есть чем гордиться. У нее трое детей, трое внуков и трое правнуков. Желаем Нине Александровне здоровья и бодрости духа. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.